В КФУ прошел обучающий семинар Института Адизиса. Ученикам лице имени Лобачевского КФУ представилась возможность познакомиться с образовательными программами японских вузов. Казанский федеральный университет посетили с рабочим визитом представители австралийских университетов. О том, как лучше узнавать людей, как с ними коммуницировать и как управлять изменениями в быстро меняющемся мире, на многие вопросы ответил декан Вышешколы Адизиса. Основатель Института Адизиса ИСАК Адизис считается одним из лучших бизнес-мыслителей, мировым экспертом в сфере менеджмента. Обучающий семинар прошел в Казанском федеральном университете. Подробности далее. В Центре магистратуры Института управления экономикой и финансов КФУ проходит обучающий семинар на тему управления изменениями внутри организации специально для Казанского федерального университета. Его проводит приглашенный гостья США, декан Вышешколы Адизиса, вице-президент Института Адизиса по Западной Европе и странам Балтии Виргиниус Кундратас. Я очень рад первый раз быть в Казанском федеральном университете, потому что очень знаменитый университет. Я не первый раз здесь. Всегда рад приезжать в Казань, потому что уникальный город. Здесь присутствует ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также проректора, директора институтов и те, кто занимается управленческой деятельностью внутри университета. Изменения всегда приносят нам проблему. Изменения что-то новое, что-то другое, чем мы привыкли делать. Некоторые люди, им вот это решение принять легко принимают. Некоторые люди очень трудно принимают эти решения. Каждый из участников высказался о том, что он хочет получить от этого семинара. Кому-то интересно, как совместить эффективное управление и человеческие отношения в коллективе. Кто-то хотел услышать мировой опыт. Было высказано мнение о том, какие изменения необходимо сделать за два года, чтобы войти в 100 лучших университетов мира. Своими ожиданиями поделился и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Мир очень сильно меняется. И ждание такое, как научиться изменять университет, не обращая внимания на социальные проблемы. Консультант Института Адидеса Виргиниус Кундратас приехал поделиться со слушателями основными принципами и методами, которые помогут повысить эффективность работы. Семинар завершится 7 марта. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На сегодняшний день повысить свои теоретические знания и профессионализм стремятся многие. И в этом смысле актуальным для молодежи становится вопрос обучения за границей. Так ученикам лице имени Лобачевского КФУ представилась возможность познакомиться с образовательными программами японских вузов. Подробнее расскажет наш корреспондент. В КФУ впервые состоялся Казанский форум обучения в Японии. Он проводится с целью привлечения внимания студентов и аспирантов казанских вузов к возможностям получения образования в Японии. В рамках форума 7 марта лице имени Лобачевского Казанского университета в составе 10 человек посетила делегация из Японии. Представителям японских вузов провели экскурсию по зданию лицея, угостили национальными блюдами, а ученицы лицея научили гостей национальному танцу, что уже служит доброй традицией при встрече иностранцев. После ознакомительной части участники направились в актовый зал. В дружеской обстановке для учащихся 10-11 классов лицея гости представили свои образовательные программы вузов, которые могут быть реализованы совместно с Россией. Сегодня в зале собрались учащиеся лицея Лобачевского и представители вузов Японии. И мы ожидаем 6 презентаций образовательных программ. Я думаю, что эти программы будут интересны для наших обучающихся, потому что все чаще и чаще ребята задумываются именно об обмене. Не о поступлении в международные вузы, а именно о программах, которые могут быть им интересны и полезны во время обучения в Казанском федеральном университете. Ребята смогли узнать об обучении в японских университетах, стипендиях, особенностях повседневной жизни в Японии, а также карьерных возможностях. Валерия Муратова, Универньюс. Казанский федеральный университет посетили с рабочим визитом представители университетов Тасмании, Монаши и Сиднея. О цели их визита мы расскажем вам в нашем следующем сюжете. Ученые крупных австралийских вузов посетили Казанский федеральный университет, чтобы встретиться с казанскими исследователями в области точных и естественных наук, природопользования, а также менеджмента. Встреча прошла в главном здании университета. Сегодня у нас в Казанском университете в гостях делегации трех австралийских университетов. Визит этих университетов был организован посольством Австралии, Москве. Это университет технологический Сиднея, университет Тасмании, университет Монаши. Это такие университеты развитые, ведущие университеты. В ходе переговоров ученым удалось найти точки соприкосновения научных интересов и теперь в их планах начало сотрудничества по обозначенным направлениям. Институт математики встречался с представителем технологического университета Сиднея. Обсудили возможные точки соприкосновения и сотрудничества. Нашли и такие точки. Сейчас пойдем дальше знакомиться с нашими коллегами, с кафедрой теоретической механики, с кафедрой аэромеханики. Также они занимаются наукой о данных, большими данными. Мы познакомим с группой нашего института, который занимается этими же проблемами. Кроме официальной встречи, гостей университета ждала также экскурсия по главному зданию и музею истории КФУ. Камиль Гемездинов, Виолетта Басова, Универньюз. В КФУ реализуется программа двойных дипломов с Чешским техническим университетом. Подробнее об этой программе мы расскажем в следующем сюжете. Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ реализует магистрскую программу двойных дипломов открытой информатики. Партнером выступает Чешский технический университет. В Институте вычислительной математики и информационных технологий я получила достаточно глубокие знания, как по программированию, так и по математике, для того, чтобы успешно справляться с нагрузкой в Чешском техническом университете, а также, чтобы успешно написать свою магистрскую диссертацию. Целью программы является подготовка IT-специалистов, способных выполнять функции ведущих программистов и системных аналитиков, и обладающих компетенциями российского и европейского уровня. Цель поступления на программу «Открытая информатика» для меня была следующей. Это повысить профессиональные навыки, получить впечатление от поездки за границу и, в общем, познакомиться с разными интересными людьми. В рамках программы изучается множество дисциплин, среди которых анализ данных в финансах и экономике, технологии программирования с открытым кодом, система анализа данных и другие. Казанский федеральный университет дает очень хорошие фундаментальные издания, теоретически. Технический университет в Праге, он больше направлен на прикладные науки. Поэтому эта программа позволяет совместить и то, и другое и получить полноценное образование. После завершения программы студенты получают российский диплом магистра по направлению «Прикладная математика» и «Информатика» и диплом магистра наук Чешского технического института в Праге по направлению «Открытая информатика» и «Программная инженерия». Получение дипломов Чешского университета было очень волнительным, торжественным мероприятием. Я была очень счастлива и рада, что прошла этот путь, не такой простой, но уверена, что такой нужный для моего будущего. Артем Тупичкин, Лев Халиулин, Универньюз. Тем временем в Елабужском институте КФУ прошел целый ряд мероприятий для студентов и преподавателей института, и даже школьников Татарстана. Об этом наш следующий сюжет. В Елабужском институте КФУ на базе факультета математики и естественных наук была организована Республиканская научно-практическая конференция «Биологические науки. Прошлое, настоящее будущее для школьников 7 по 11 классов всего Татарстана». Я регулярно принимаю участие в университетах и конкурсах Елабужского КФУ и приняла участие также в сегодняшней университете. А институт кафедры экономики и менеджмента Елабужского института КФУ организовал и провел ежегодную научную универсиаду по экономике для учащихся колледжей и школьников с 9 по 11 классы. «В этом году география обширна. Это Елабуга, Мадыш, Наберин-Челны. Также приехали гости из Нижнекамска, из Бавлов, из Альметьевска». В преддверии Масленица сотрудники и студенты Елабужского института КФУ подготовили увлекательную конкурсную программу для всех гостей. Они отвечали на вопросы викторины, соревновались в перетягивании каната, танцевали флешмот. «Об эмоциях говорить даже не приходится, потому что после напряженной работы весь месяц, весь квартал у нас и лекции, практика, статьи, семинары, конференции защиты. И вот правкомы и студенты молодцы организовали такой праздник». На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.